В эфире итоговый выпуск программы Бугинформ. Я Виктория Саченко и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя, что интересного нового произошло в городе Бресте. Сегодня в выпуске. В центре внимания вопрос обеспечения безопасности на западных рубежах Белоруссии. Глава государства Александр Лукашенко на текущей неделе находился на Брещене с рабочим визитом. Десятикратные чемпионы, одиннадцатикратные обладатели Кубка в Бресте чествовали гандбольный клуб. Город над Бугом 1 июня превратился в территорию детства. Наши корреспонденты расскажут о том, как в областном центре встречали и отмечали День защиты детей. Об этом и не только. Подробнее. На протяжении двух дней на Брещене с рабочим визитом находился глава государства. На повестке дня знакомство с условиями и бытом пограничной службы. В регионе вопросы совершенствования материально-технического оснащения, оценка качества обеспечения безопасности в приграничных территориях. На местах президент дал ряд принципиальных поручений по развитию системы охраны рубежей и сделал ряд важных заявлений. Свой рабочий визит в Брестскую область глава государства начал с посещения пограничной заставы Дивин в Кобринском районе. Здесь на протяженности в 30 километров проходит граница Республики Беларусь с соседствующей Украиной. Комплекс был введен в строй ровно год назад. На участке ответственности 8 населенных пунктов. Оборудование и оснащение новейшее. От волоконно-оптическо-сигнализационной системы Ворон до радиобарьера с датчиками сейсмического и обрывного типа. Реакция молниеносная. Современная материально-техническая база и высокопрофессиональные кадры стали залогом качественной работы в минувшем году. Дивинскими пограничниками было задержано 2 нарушителя государственной границы, 58 нарушителей пограничного режима. Об эффективности и рациональности использования материально-технической базы было доложено главе государства. В каждой резервной заставе по 3 единицы. Сейчас еще дополучу, когда резервную заставу буду вводить исключительно. Но ты знаешь, сколько тебе осталось техники, нужно сколько техники для пограничных. Смотри, чтобы вооружение было у пограничников. На вооружении полный комплекс стрелкового оружия, спецсредства, приборы ночного введения, транспорт. Все это позволяет сохранить безопасность на всех рубежах Беларуси. Теперь, по мнению Александра Лукашенко, необходимо переходить на другой этап деятельности и акцентировать внимание на построении взаимоотношений с пограничными ведомствами соседствующих государств. Нам нельзя уподобиться россиянам. Они сами не понимают, чего они хотят и что они делают на белорусско-российской границе. Пусть определяются. Определяться нам не проблема ответить. Мы готовы в любой момент адекватно дать ответ. Если они хотят закрыть границу, пожалуйста, закроют границу, мы в ответ также должны ввести контроль на границе. Готовы с нами, как союзниками, как с родными людьми общаться? Граница – это пережиток прошлого. Будет у нас высший госсовет, об этом будет тоже идти речь. Мы должны четко договориться о взаимоотношениях между пограничниками. Особое внимание в общении с представителями пограничной службы глава государства уделил кадрам. Может быть, нам не стремиться, допустим, уж слишком сокращаться в погранвойсках, потому что все-таки тут они постоянно в боевой готовности и обучение, дай бог. И для будущего они все-таки людям дают больше навыков, ну хотя бы для обычных мотострелков. Так может быть, нам где-то в армии подсократиться на 2-3 тысячи, оставив ему эту численность. Пусть даже, как он говорит, забираю, не забираю, пусть они будут как-то на каждой заставе по 5-10 человек, ну не то, что лишних, а более свободно служить в каком-то резерве. Я имею в виду цель какая, чтобы мы эффективнее подготовили этих ребят. Социальное обслуживание и инфраструктура стали темами большого диалога президента с представителями семей пограничников. Сегодня государство делает все возможное, чтобы, уходя на службу, офицеры в зеленых фуражках не беспокоились о быте своих родных. Они имеют полагающиеся им льготы и живут в теплых обустроенных квартирах в шаговой доступности. Мы очень рады, что нам предоставили жилье, так как мы были не только здесь, мы были еще и в Адрижине в Иваномском районе, и в Иваново, и в Драгичинском. Вот, на Сварине мы еще тоже служили. Там тоже такая же застава, она была очень приятная. Повезло, можно сказать, мы как раз родились, и условия, и все. Бывает и на сутки, папы сутки нету, ну по-всякому. Ну, конечно, удобно, когда еще может полежать две минутки отдохнуть, или, допустим, прийти, тут мы дома, никуда ехать не надо, отдохнуть, расслабиться. Поэтому работа, служба, конечно, не из легких. Тем не менее, вопросов в рамках диалога главе государства было немало, в их числе как узкие, так и глобальные темы, в частности, поддержка многодетных семей. Здесь Александр Лукашенко заверил, работа будет продолжена. Я считаю, льготы надо представлять матерям, родителям. Декретный отпуск мы не будем отбирать. Остальные льготы, я полагаю, что надо представлять большие, когда рождается третья льгота. Очень большая квартира, четвертый еще больше год, и пятый бесконцентный год. Я потихоньку это начинаю делать. Второй день рабочей поездки главы государства на Брещену был посвящен становлению пограничного движения в областном центре. В этом году отмечается его столетие. В Бресте подготовка кадров для охраны рубежей идет на высоком уровне. Имеющаяся материально-техническая база позволяет вести обучение в соответствии с требованиями времени. Это отдельная группа, да? Это несколько групп на курсах. Это, товарищ президент, группа начальной подготовки, программу обучения которой входит в том числе лексика на английском языке. Начальная группа может быть полностью, где-то 20 человек, а на одни страны мы делим где-то, чтобы обучение было более качественным. Ну, осваивали. Осваивали, как и все. Молодежь хорошо языки схватывает. Молодежь хорошо языки схватывает, а во-вторых, сейчас все, кто оканчивается школой, они дают экзамен выпускную по иностранному языку. И, честно говоря, те, кто приходят и поступают в институты ограниченной службы, и кто приходит сюда на курсы учиться, но он еще на уровень выше, чем это было лет 5 назад. Ну, я согласен. Внимание больше стали уделять институтам. Более подробный репортаж о втором дне визита президента в Брестскую область смотрите во вторник в выпуске программы «Буганформ». Продолжаем выпуск. Брестский гонбольный клуб имени Анатолия Петровича Мешкова. Бренд спортивный символ Брещины. С успешным окончанием непростого сезона поздравили руководители области и города. На текущей неделе в городе над Бугом состоялось мероприятие и участвование команды чемпиона. На встречу побывала и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Десятикратный чемпион Беларуси, одиннадцатикратный обладатель Кубка страны, участник и призер международных соревнований. Много ли вы знаете гонбольных клубов с подобным послужным списком? А в Бресте такой есть. Благодаря мастерству игроков, таланту тренеров, усилиям руководителей и слаженной работе всего большого коллектива, мешковцы не один год радуют своих болельщиков и постепенно превращают Брест в спортивную гонбольную столицу страны. Сегодня наш клуб является, естественно, брендом нашего города, нашей области и нашей страны. Ни один игровой, ни один клуб по игровым видам спорта сегодня у нас не может похвастаться, что он на протяжении трех лет выходит в плей-офф Лиги чемпионов. На торжественной церемонии чествования клуба царила особая атмосфера. Дух Победы буквально витал в воздухе. Эмоции добавила церемония награждения. Самые яркие члены дружного гонбольного коллектива получили почетные грамоты и благодарственные письма. В долгу спортсмены не остались. Анатолию Лису вручили именную майку и победный мяч с автографами. Это первый раз, когда нас принимает всей командой, губернатор, который действительно реально разбирается в гонболе и который сказал очень много теплых слов в наш адрес. Было видно, что это сказано от души. Мне очень приятно, что все-таки действительно наша команда лидер во всех отношениях, не только в Брестской области, но и в игровых видах спорта в Беларуси. Если честно, то когда играешь, когда тренируешь, когда работаешь, даже не задумываешься об этом. А сейчас действительно этот приятный момент. Сезон по-настоящему был тяжелый для нас, потому что очень много игроков травмировалось в этом году. Не хватало людей, чтобы мы достигли какой-то большей цели, для которой себя ставили. Но задачи, которые нам были поставлены, выполнены. Мы чемпионы Беларуси, обладатель Кубка Беларуси, 1-8 лиги чемпионов. То есть все задачи, которые мы ставили, мы их выполнили. Поблагодарил чемпионов и мэр Бреста Александр Рогачук. Также городоначальник призвал мешковцев сделать все, чтобы на достигнутой высоте закрепиться и в год тысячелетия подарить городу над Бугом свой спортивный подарок. Есть небольшая проблема. В этом году все получилось. А в следующий год – год тысячелетия. Поэтому вам надо держать с этой рекламы, и чемпионат, и, соответственно, уже лигу чемпионов. Поэтому это серьезнейший будет подарок для нашего города. Я благодарю вас за игру. Реально стоят большие задачи по другим минам спорта. Но мы в самых целых прогнозах мечтаем, чтобы и другие наши спорты, и другие наши грецкие команды хотя бы немножко дотянулись до вашего уровня. Вам удачи, город грецкий. БГК имени Мешкова – это не только большой спорт, который, конечно, сам по себе явление важное для города, области и страны. Клуб много внимания уделяет развитию детского гандбола, активно тренирует и растит достойную смену. А как иначе жители региона начинают привыкать к чемпионству родной команды и ждут продолжения истории в будущем. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Проведение выездных приемов граждан руководителями отраслевых министерств в регионах Беларуси – практика, пользующаяся популярностью на протяжении многих лет. Благодаря личным приемам удается решить спектр вопросов волнующих людей. На днях в Бресте находился министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. В ходе рабочей поездки он ознакомился с объектами города, а также провел выездной прием граждан и представителей юридических лиц. С интересными предложениями и личными проблемами к министру обратились шесть брещан. Кто-то пришел для решения личной жизненной ситуации, кого-то волновали общественно важные темы. Словом, характер обращений – самой разной направленности. Вопросы трудоустройства, получения соглашения и проведения Кубка Тысячелетия по шахматам «Черная пешка», отозвание предписания о сносе пристройки к историческому зданию на Советское и другие. Мелких вопросов не бывает. Бывают такие, которые нужно изучить более основательно. В числе заявителей директор Музея истории города Светлана Тамчук обратилась с предложением о переименовании улицы Халтурина. Знаете, к нам приезжает много туристов, приходят и одиночные, и туристические группы. У нас много карт, планов, где они читают название улицы. Возникают иногда вопросы. По Халтурину много возникает вопросов. А потом как-то вот меня несколько раз спрашивали, поэтому я там уже забралась где-то в интернет и посмотрела, и думаю, даже вот в той деревне, как он родился, по-моему, в Кировской, в этой области, там Краеведческий музей, и у них был бюст его установленных. И они его убрали, этот бюст. Ну, даже, знаете, сами земляки на родине. Ну, потому что, ну, как-то, наверное, и нечем гордиться. Основание убедительная улица, названная в честь такой противоречивой личности, жизнь человека, не связанного с историей Бреста, должна быть переименована. Юрий Бондарь предложил открыть общественное обсуждение по факту переименования улицы и инициировать конкурсы на лучшее новое название. Вопросы взят под контролем мэром Бреста Александром Рогачуком. В Кировской области был город Халтулин, это его родина. Там, где он родился. Горожане переименовали город, вы понимаете, от стыда. Даже бюсту правильно. Ну, то есть там, где он родился, от стыда переименовали. Все поменяли. Нет, ну и тут по-прежнему это все. Наверное, есть проблема. Но если будет ваше поручение, то темно. Я хочу так сказать. Нет ничего невозможного в этих вопросах. Как угодно называйте, только в печку администрации. Да, да, да. Если это отвечает вашим ожиданиям и не противоречит историческим и научным подходам, скажем так. Но я только за. Абсолютно довольна, потому что я уверена в этом, что работа по этому вопросу, она будет продолжаться. И я думаю, что она заинтересует и жителей нашего города Бреста, и как это будет дискуссия. Потому что диалог в городе прошлого и настоящего, он всегда существовал, он существует. Вторая цель рабочей поездки – знакомство с объектами города в рамках подготовки празднования миллениума. Юрий Бондарь посетил ряд мест, которые относятся к историко-культурному наследию. Среди обязательных точек рабочей поездки – новый театр кукол, который, к слову, распахнет свои двери уже к концу этого года, и музей Берестия. Сейчас Министерство культуры определяет перспективы его дальнейшего развития. Мы очень благодарны властям Брестской области за то, что вложено почти 200 тысяч белорусских рублей. Запланировано к освоению на этом объекте. Это реконструкция самого здания, это обновление экспозиции выставочной. В завершении рабочей поездки Юрий Бондарь оценил уровень организационных и подготовительных мероприятий к миллениуму по 10-бальной шкале на 10 баллов. Не осталось без внимания министра и то, что белорусский Брест в 2019 году не только отпразднует солидный юбилей, но и будет носить звание «Культурная столица страны СНГ». Это очень почетная миссия, учитывая история города Бреста, его доблестное прошлое. Я думаю, что мы выработаем план мероприятий к этому году для того, чтобы действительно Брест стал центром притяжения лучших творческих сил СНГ и площадкой для проведения ярких, незабываемых культурных мероприятий. Виктория Саченко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. К другим темам. Торговля в неустановленных местах в центре внимания специалистов. Эта проблема находится на протяжении всего года. Однако с наступлением весенней-летней поры и появлением на приусадебных участках ягод, фруктов и овощей, тема приобретает особую актуальность. Ни один выезд специалистов не остается без обнаружения нарушителей. Наша съемочная группа приняла участие в подобном мониторинговом мероприятии. Подробности далее. Ягоды, фрукты и овощи свежие, прямо с грядки, обласканные солнцем и полные витаминов – это, безусловно, хорошо. Многие из нас стремятся, если не вырастить самостоятельно, то хотя бы купить огородные дары. Как правило, за первой клубникой, огурцами или редиской брещане отправляются на рынки, где оборудованы специальные места для торговли с приусадебных участков. Ведется и фитосанитарный контроль. Сегодня есть возможность на рынках на бесплатной основе, но при наличии справки, что есть подсобное личное хозяйство, справка о флюорографии, бесплатно торговать продукцией до 20 килограмм. Однако далеко не все садоводы-огородники проявляют сознательность. Кто из нас не наблюдал за бойкой торговлей продуктами питания и не только прямо на улицах города? Товар реализуется с земли в прямом смысле этого слова. Качество его не проверено и сомнительно, как и условия хранения. Чем опасно? Потому что зачастую все эти продукты, товары, они не имеют документов, подтверждающих качество. Как правило, торговля ведется с земли или с каких-то приспособлений. Люди, которые занимаются этой торговлей, они не имеют медосмотров. То есть есть угроза, что они являются больными или носителями инфекционных заболеваний. Ну и условия реализации этих продуктов. Сейчас вот летний период, уже жаркая погода установилась. И если торговать молочными или мясными продуктами, то, конечно, никакие условия не соблюдаются. С местами стихийной торговли в Бресте ведут активную борьбу. Дежурят специалисты. Регулярно, до нескольких раз в неделю, выезжает мониторинговая группа. В состав группы входят представители администрации Московского района, органов внутренних дел, работников системы ЖКХ, санстанции и налоговой инспекции. Наша съемочная группа посетила несколько любимых среди незаконных торговцев точек в Московском районе Бреста. Обычная отговорка «я здесь в первый раз». На огороде выросло много клубники, не выбрасывать же. О том, что продать можно легально, не знал. Но специалисты уверяют, большинство лукавят. Как правило, это постоянные нарушители. У нас есть болезненные такие точки, как можно назвать, в которых установлена несанкционированная торговля. Данные места у нас, как правило, находятся на учете. Мы объезжаем в составе этой комиссии, выявляем данных нарушителей, как можно так сказать. Составляются протоколы, ведется разъяснительная работа с людьми. Предупреждение и штрафы, ни один рейд не обходится без подобных мер. Кое-где проблема постепенно сходит на нет, но полностью не решена. А между тем, на рынках и на специально оборудованных площадках всегда есть места для садоводов-огородников. Да и покупатели туда заглядывают гораздо чаще, чем за остановочный пункт или магазин. Это, скорее всего, экономически выгоднее и безопаснее. Без порции адреналина. 1 июня в десятках стран мира прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей. История праздника берет свое начало в 20-х годах 20-го века, однако окончательно и официально он был утвержден в ноябре 49-го года в Париже решением Конгресса Международной Демократической Федерации Женщин. Впервые отмечался в 1950-м. С тех пор начало лета имеет особую атмосферу веселых игр, заливистого смеха, зажигательных песен и танцев. К инициативе традиционно присоединяется и город над Бугом. О мероприятиях в областном центре, а также о виновниках торжества расскажет Анастасия Стопко. Музыкально ярко и масштабно именно так праздновали Международный День защиты детей в парке культуры и отдыха. Концерт, интерактивные площадки, игровые зоны – все это стало хорошим дополнением к постоянным территориям отдыха. Мальчики и девочки, жители и гости города над Бугом к веселью и играм подключались активно и с удовольствием. Тебе нравится праздник? Да. А что именно нравится? Ну, что все танцуют, музыка играют, поют. Сегодня 1 июня, день лета. Детство. Ну, и конец школы. Да. Каникулы первые. Скажите, вы любите лето? Да. Что именно нравится? Все. Да, тепло так. Детство – это самая главная часть жизни. В детстве мы все узнаем. Если бы не было детства, люди бы не были такими счастливыми чаще всего. Только ходили на работу, и все, не было бы такого счастья. То есть детство – самая счастливая часть жизни? Да, детство – самая счастливая часть жизни. Все лучшее детям, безусловно, не только 1 июня, но в этот день особенно без внимания не должен остаться ни один ребенок. К сожалению, не у всех юных жителей края есть родные люди. Поздравить таких ребят с праздником помогла Белпочта. Присоединиться к инициативе мог любой желающий. В этот летний день в Брестском парке культуры и отдыха мы приглашаем всех неравнодушных поделиться своей добротой, приняв участие в благотворительной акции «Подари ребенку радость» и оформить подписку в адрес ребят из детских домов. Ведь каждому ребенку, независимо от жизненной ситуации, так необходима наша забота, любовь и внимание. У нас также запущен проект под названием «Почтовая грамотность», который направлен на информирование подрастающего поколения, в игровой форме рассказать о почтовых услугах и посткроссинге, а также нарисовать красивые поздравительные открытки в адрес близких и родных. Совместить приятное с полезным решили специалисты первой детской поликлиники. Они организовали развлекательную программу, а в ее рамках еще раз напомнили о правилах безопасного поведения. Сегодня в нашей поликлинике мы, скажем так, устроили такую небольшую акцию. Пригласили ГАИ, ОСВОД, есть у нас, конечно, и другие гости, для того, чтобы наши детки могли немножечко вспомнить о безопасности. Идет лето, каникулы, и поэтому сотрудник ГАИ рассказал о правилах дорожного движения, сотрудник МЧС напомнил о правилах безопасности, была возможность у деток получить красивый аквагрим в подарок и, скажем так, хорошее настроение. Принимал юных гостей и театр драмы. Учреждение культуры подарило мальчикам и девочкам целый хоровод развлечений. Сказки, игры, шоу мыльных пузырей, аквагрим, твистинг. Их детям и родителям было, где и от чего получить заряд позитива. Сегодня разработана большая программа для детей, и театр активно принял участие в Международном дне защиты детей, потому что именно дети являются теми первыми зрителями, которые ходят в театр и которые постигают этот театр. И те дети, которые с детства привыкли к театру, они в последующем становятся ярыми поклонниками театрального искусства. Поэтому для нас очень важно, чтобы и новое молодое подрастающее поколение активно посещало театр. Активное участие в мероприятии приняли предприятия, которые занимаются производством продуктов питания, в частности сладостей. В их числе берестейский пекарь. Представители компании отмечают дети, любимые и благодарные клиенты. Работаем мы в первую очередь для наших деток. Наша продукция, в первую очередь, ориентирована на них. Мы много производим кондитерки, сладенького. И это наши самые главные ценители. А в такой день, день защиты детей, в наше предприятие, мы не можем быть в стороне от такого праздника. Подарки детям, проживающим в московском районе города, которые имеют особенности в развитии, отвезли герои мультфильмов. Организовал акцию территориальный центр совместно с районным союзом молодежи. Мы уже в который раз, ну если быть точным, уже в пятый раз, территориальным центром в день защиты детей, не остаемся в стороне. И всячески хотим поздравить наше будущее поколение с этим праздником. Но мы в своей работе делаем акцент на детей особенных. И хотели бы, чтобы этих детей в этот день поздравили не только родителей, но и поздравили наши специалисты. Выбрали мы такие семьи, потому что в них, наверное, больше беды, хотя для многих это не приговор. И мы им хотим помочь, мы их хотим в этот день как можно больше поддержать, потому что там воспитываются детки-инвалиды. Это далеко не полный перечень событий, которыми было отмечено 1 июня в Бресте. Город над Бугом на один день превратился буквально в территорию детства, чему юные жители областного центра были несказанно рады. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БугТВ. В продолжении темы. Система специального образования в Беларуси стремится к максимальной инклюзии. Иными словами, к реальному включению людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Реализуется немало проектов и инициатив. Яркий пример – Брестский областной инклюзивный фестиваль детского творчества «Вместе мы сможем больше». Он состоялся накануне в городе над Бугом уже в восьмой раз и по традиции посвящен Международному дню защиты детей. Хочется особо отметить, что эта история не про жалость. Это история о том, когда само собой забывается слово «особенный». Как всегда, масштабно и ярко начали свою работу несколько интерактивных площадок. Сделать снимок на память зеркальным человекам, позабавиться с компанией аниматоров, клоунов, больших ростовых кукол, нанести аквагрим, самостоятельно сделать гравюру на стекле и даже подтянуть иностранный язык. Все это для детей, имеющих проблемы со здоровьем и взрослых, которые объединяются и делают добрые дела, чтобы ребята хотя бы на время забыли о своих недугах. Только вместе действительно можно сделать больше. Излишнего внимания к этой теме в принципе быть не может. Каждый ребенок требует повышенного внимания в обществе, которое претендует на звание цивилизованного. А если ребенок на сегодняшний день имеет еще какие-то проблемы, то это внимание должно быть удвоено, утроено, удесятерено. Поэтому ни одно слово, ни одно действие, ни один рубль, как бы это ни звучало, сегодня не будет лишним и не будет каким-то формальным поводом для того, чтобы сказать, вот мы приняли участие, любое действие будет восприниматься только с благодарностью в умах, в сердцах наших деток. В этом году у нас всего 470 участников и порядка 250 – это дети с особенностями психофизического развития. Поэтому, наверное, такое процентное соотношение говорит о том, что все-таки вместе мы сможем больше. Пока работа всех интерактивных площадок в холле ЦМТ в буквальном смысле кипела, сильное волнение испытывали за кулисами сцены гостей из Украины. Они впервые на фестивале, для них это событие особенное еще и потому, что нужно выступить первыми в репертуаре танец. Коллектив у нас тоже инклюзивный, есть детки с синдромами, молодые люди, есть их братики, сестрички, то есть коллектив такой разноплановый. Это очень важно, потому что дети должны включаться в общество, должны общаться между собой. И это, мы считаем, что очень хорошо, что проводятся именно такие инклюзивные фестивали. Под светом софитов, прицелом камер и взглядами зрителей – те, кто обычно остается в тени. Вместе с обычными детьми – особенные актеры. У них разные диагнозы истории и судьбы, но есть то, что объединяет нежелание мириться с жизненными обстоятельствами и бездействовать. Ребята с ограниченными возможностями, но безграничным талантом приехали со всей Брестской области. Мне вообще очень нравится участвовать в фестивалях. И сегодня тоже, и думаю, что будет сегодня очень весело. Наверное, и душу открыть, и зрителю повеселить. Тебе нравится участвовать в таких фестивалях? Да. А еще раз расскажи, чем будешь удивлять сегодня зрителей? Тянет. В фестивале «Вместе» мы сможем больше признан показать. Дети с особенностями в развитии могут жить полноценной жизнью. Есть и другая цель – побудить общество не оставаться безучастным. Привлекая внимание к фестивалю, говорить во всеуслышание о том, что нужно делать, чтобы особенные дети не чувствовали себя обделенными. Их возможности сегодня принято называть ограниченными, но на самом деле они безграничны. И нужна им сегодня не столько помощь, сколько понимание и признание. Виктория Сашенко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается теплая, в основном сухая погода. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью – плюс 14-16. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 26. 4 июня характер погоды существенно не изменится. Только ветер может смениться на порывистый. Температурный фон ночных часов – 14-16 градусов тепла. Дневных – 25-27 со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова